38-0 с таким разгромным счетом прошел финал Кубка России по американскому футболу. Этот успех принадлежит в том числе и нашим землякам. О том, как братья из Индики ворвались в большой спорт, подробнее расскажет Наталья Дуркина. С детства Антон Филатов в своем родном поселке Индига занимался баскетболом и волейболом. После окончания школы юный спортсмен отправился в Санкт-Петербург получать образование в университете имени Лесговта. Там-то он и познакомился с американским футболом. По совету друга написал менеджеру команды «Северный легион». После пробной тренировки Антона сразу взяли в команду. В принципе, могут заиграть все. То есть, все будет зависеть от того, какой вы комплекции, и тренера поставят уже вас на определенную позицию. Неважно, высокий, низкий, худой, толстый. Каждый найдет для себя позицию в американском футболе. Главное – желание. Американский футбол настолько затянул Антона, что он решил приобщить к этому виду спорта своего двоюродного брата Александра Михеева, который за год сумел влиться в ритм команды и уже участвовал в двух соревнованиях наравне со всеми. На протяжении всех матчей Кубка России команда «Северный легион» держалась на высоком уровне. По словам капитана Алексея Смирнова, ребята играли как одно целое. Мы собрались, мы смогли собраться всем составом, мы смогли замотивировать себя на этот турнир очень хорошо, мы могли хорошо подготовиться. И сыграли все игры, их было три, четверть финал, полуфинал и финал, безукоризненно. Мы обыграли всех соперников, в принципе, везде с достаточно хорошим заделом. Два матча провели в ноле, и только в одном нам соперник в полуфинале им удалось что-то нам занести в ответ. 38-0. «Северный легион» не дал ни единого шанса Галифонам, самым главным противникам, забить гол. Игра шла напряженная. После финального слезка чувство полного удовлетворения, что, наконец-то, мы выиграли что-то достойное Северного легиона. Чувство радости, что мы с таким разгромным счетом выиграли именно принципиального соперника – это питерское дерби. И к этому матчам особый настрой и чувство непередаваемое. После такой разгромной победы победители собираются отдохнуть и подлечить, так сказать, боевые травмы, а затем снова в бой. «Дальнейшие планы сейчас отдыхут, наверное, месяц, а потом начать заново тренироваться. И планы у меня такие, как бы хочу выиграть Суперлигу и попасть в сборную сейчас». Что касается наших земляков, то Антона Филатова позвали в сборную России. Сейчас спортсмен принимает предложения от других клубов в Европе. Александр Михеев же собирается дальше оттачивать свое мастерство в Северном легионе. «Был приглашен в сборную России, и сборная России на очень хорошем счету находится на этой позиции. Тренер по его позиции очень-очень хвалит Антоху и говорит, что у него очень большое будущее. В данный момент Антон рассматривает варианты уехать из Санкт-Петербурга, играть в Европу, если получится у него. Я очень надеюсь, что у него это все сложится, потому что он действительно очень перспективный игрок. И помимо физики, о которой я уже говорил, у него есть хорошая голова, хорошее чутье такое игровое. По стане Михеева, думаю, что тоже у него есть будущее в этом виде спорта. В целом он так быстро набирает обороты, что не за горами. Думаю, что его могут позвать тоже в сборную России». Ребята из Нинецкого округа покорили Северный легион, что может послужить мотивирующим примером для спортсменов региона. «Честно, очень хорошо, что и тот, и другой игроки нашей команды, потому что они вложили огромный вклад в победу в данный момент в Кубке России. И тот, и другой находились все время на поле и очень-очень-очень нам помогли. Так что я рад, что есть такой регион, как ваш. Я рад, что оттуда есть такие ребята. И я бы хотел, чтобы еще ребята приезжали и играли за нашу команду, Северный легион. Вы можете меня на груди наблюдать наш логотип. Сейчас чуть-чуть повыше поднимусь. Пожалуйста, Северный легион, Санкт-Петербург. Мы всех ждем. Приезжайте. И мы ждем еще много Антонов Филатовых и много Саш Михеевых». Самый главный кубок уже в руках у ребят. Грядет межсезонье. Команда «Северный легион» набирает новичков в свои ряды и готовится к дальнейшим сокрушительным победам. Напомню, американский футбол – это контактный и достаточно жесткий вид спорта. В него играют овальным мячом. Две команды по 11 игроков с каждой стороны пытаются владеть мячом для продвижения его в очковую зону.